приветствую всех вас уважаемые друзья сегодня мы с вами смотрим на мир властелина колец а именно средиземье тени войны и сейчас я буду охотиться на орка которого зовут лорн обезглавливатель который убил игрока по кличке рук 1229 если я правильно запомнил его кличку в общем посмотрим получится ли у меня отомстить за этого игрока это уже не первая сетевая вендета на моем канале не первый раз я мщу орком за других игроков сейчас осталось только его выследить этого орка сейчас пока я гоняюсь за рядовыми пытаюсь наполнить силы моего охотника на орков по имени талион если кто-то не знает как его зовут ай-яй-яй дружище что ты так я вот не знаю невооруженные орки это типа рабы какие-то или что это вообще такое первый раз за всю игру вот сегодня я вижу вот этих вот орков которые не вооружены ничем блин сбежал от меня вот собака или не нифига не сбежал я просто казнить его хочу эпично зрелищно вот так вот ой-ёй-ёй-ёй бошку отсек талион ты жестик так кто тут еще у нас желающая группа орков которая хочет тоже быть разрезана на куски давайте попробуем подчинить кого-нибудь из них если а если я успею это сделать конечно давай 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 отлично вот одного орка мне удалось подчинить своей воле сейчас он будет помогать мне сражаться со своими коллегами по цеху опа не ожидал козляк получать получать падла вот тебе болотыч блин смотрите как они проблемы мне доставляют а вот сама не люблю орков со щитами и орков берсеркеров которые владеют сразу же двумя оружиями орудиями как правильно в одной руке топор и во второй руке топор вот есть такие орки которые вот так вот вооружены сразу в обеих руках несут вот топору и еще вот эти вот щитоносцы это тоже такая знаете заноза в заднице особенно когда дерешься с каким-нибудь капитаном орков они представляют проблему слушайте мне кажется или этих уродов стало больше по моему их реально стало больше вот опять а нет этот орк вооружен маленькой дубинкой это уже я что-то путаю отлично метателя копий я подчинил свои воли уже легче будет с этой группкой разобраться слушайте ребята я мне кажется я очень сильно отвлекаюсь от сетевой вензеты на всякую хрень так еще одного починил свои воли ну что осталось щитоносца только починить отлично если бы еще эту армию можно было увлечь за собой чтоб они за мной пошли но к сожалению этого сделать нельзя они продолжают заниматься своими делами но если они встретят других орков возможно они будут их атаковать так но мы с вами движемся к сетевой вензете неизвестный капитан нет не сейчас сейчас все таки я хочу этого осквернителя найти там нужно будет выполнить ряд условий для того чтобы выманить его из логова этого осквернителя посмотрим как он выглядит вот такой вот красавчик он нанизал на свою броню человеческие черепа чтобы меня запугать уродец так значит мы стим за игрока по имени крум 1229 его зовут не осквернитель а лорм обезглавливатель это я что-то напутал число убийств игроков на счету этого орка 1 итак давайте посмотрим подробности к чему же он имеет слабости он уязвим для скрытности этот орг также он боится изуверств то есть если я рядом с убью зверски какого-то орка он испугается также он уязвим для дистанционных атак для казней которые наносят ему большой урон еще он уязвим для огня я не знаю как игрок умудрился проиграть столько уязвимостей так теперь слабый рассматриваем слабые стороны он профессиональный ловкач то есть его трудно предугадать его действия также у него есть дымовые бомбы преимущество племени крюк мясорубки преимущество класса воин на передовой также его бесит не жить и еще он не уязвим к проклятиям но в принципе сильных сторон у него тоже хватает но и слабости также очень много не знаю смогу ли я его победить или этот орг помоет мной пол может быть зря я на игрока так наехал что типа такого слабого он не смог победить сейчас может быть я вообще ему никакой конкуренции не составлю этому орку но я даю такой прогноз примерно 80 процентов из 100 что я все-таки смогу убить этого орка я учета так думаю так давайте смотреть какие условия для того чтобы выманить этого злосчастного капитана из логово что нужно сделать так значит мы должны с вами выполнить три убийства в дальнем бою с воздуха также мы должны четырех кузнецов орка по имени лорм обезглавливатель мы должны уничтожить от дистанционных атак то есть мы должны убить с расстояния четырех кузнецов для того чтобы наш обезглавливатель вышел из тени и показал свою симпатичную мордашку блин спалился я ребята спалился думал что можно будет выстрелить в костер и стрела моя разорвется но к сожалению этого не произошло опачки минус один так а мне нужно еще где-то две стрелы найти чтобы пополнить свой боезапас а еще мне нужно вычислить где находятся кузнецы с помощью своего зрения ах ты ж елки-палки а тут у нас еще один капитан ой-ёй-ёй-ёй-ёй а вот это мне совсем не на руку мук пивовар затесался в эту местность он меня тут просто как заноза в заднице но были на вот этого я не ожидал короче видимо мне придется сражаться не с одним капитаном а сразу с двумя ну если я буду вести себя достаточно тихо то может быть все будет хорошо у меня я не разозлю никого так одного в воздухе прикончил осталось еще двоих прикончить в воздухе чтобы выполнить дополнительное задание за это даются какие-то бонусы я уж там точно не помню но что-то должны дать там дополнительные монеты или еще что-то ах ты же падла сейчас мы починим его своей воле если успеем отлично сейчас еще этого подчиним а ну-ка стой смирно орк так я их призвал к ответу сейчас соберу монетки которые выпали с убитого мной ранее x и еще в воздухе двоих прикончим и приступим к выполнению основной задачи хопа ах ты же падла не получилось ребята вы меня не видели как и ребята вы меня не видели все оставьте меня в покое такс мастерский ушел сейчас нужно затаиться на какое-то время ай блин они меня видели еще выше лезем 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 еще выше привет дружище я подчиняю тебя своей воле не расстраивайся все будет хорошо блин смотрите какая армия меня выследила охренеть да вот это номер блин блин ребята новые так 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 опачки отлично дополнительная задача выполнена осталось уничтожить четырех кузнецов и долгожданный орг на которого я хочу выйдет так но что то вот знаете и кузнецов я вот ни хрена не наблюдаю вот то о чем я вам и говорю орк который сидел в засаде вышел на меня и теперь мне надо либо от него убегать либо его убивать но я скорее всего убегать буду потому что тут есть еще один капитан то есть и того уже здесь вместо одного капитана которого охотятся уже не двое а трое то есть хотел подраться с одним думал что будет двое тут еще и третий прибежал в общем как-то все совсем не вовремя сейчас мне нужно в срочном порядке искать этих долбанных кузнецов а вот вижу 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 зрение талиона которая с помощью экстрасенсорики и интуиции может различать врагов даже на большом расстоянии через стены так а ты кто такой успокойся дядя успокойся где-то наши кузнецы вижу вижу так давайте выстрелим в эту бочку выстрелили в бочку но кузнец к сожалению не подох а не подох подох но его почему-то не записали на мой счет в видимо именно эти кузнецы должны пасть от моей руки то есть не с помощью вспомогательных каких-то предметов они должны сдохнуть либо от моего выстрела либо от моего меча да именно так и есть этого убитого не засчитали не записали на мой счет были нихера себе тут армия так ребята уходим уходим иначе положат поднимаемся на возвышенность подчиняем метателя копий своей воли призываем его воевать и ищем еще одного кузнеца точнее еще троих кузнецов так получать получать падла это был не кузнец что ли вроде как сверху он пинговался как кузнец ладно 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 так но этот то точно кузнец вижу падайте сударь вы мертвы а йопер на театр я условия не выполняю поэтому их на меня и не пишут блин они же должны сдохнуть от дистанционных атак ребята а еще один ловкач посмотри на свои руки они очень красивые короче я так понял этот чувак хочет оторвать талию на руки но мы не дадим ему это сделать скроемся мастерски будем бегать по крышам как древний японский ниндзя которого никто не может поймать так ребята орки совсем распоясались и прячутся от меня товари так давайте опознаем что это за капитан она этого я уже видел этого я уже видел так вижу что кузнецы вот в той стороне осталось у меня две стрелы значит мне нужно еще одна стрела для того чтобы выполнить три дистанционных атаки и выйдет из тени наш главный орк лорма безглавливатель так дружище ой падай падай замертво у тебя стрела в голове заходим 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 да блин промазал ты пошел ты дай мне застрелить чувака да идите вы в попу так еще одного записали все ребята осталось еще одного прикончить я выманю капитана совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть опа блин не сдох вот этот номер вот это номера я в него стрелу выпустила он не помер значит куда-то может включиться попал вместо башки или сердце как это и так а да ребятки раньше я так не промахивался ну давайте еще раз попробуем в прыжке как видите наш то ли он может замедлять время убивать издали легко а вот в рукопашной тут нужна смелость и у тебя ее нет решил он меня немножечко на понта взять да ну хорошо обезглавливатель сейчас посмотрим что ты в ближнем бою можешь может быть мне повезет и я смогу его прикончить просто ударом из тени из-под тишка из засады он вроде как уязвим к таким ударам не знаю получится у меня это или нет были не на того прыгнул то ли он мать твою что ж ты творишь старичок как ты так меня мог подвести ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ошеломлен он ошеломлен ребята вы поняли но его башкой появилась надпись ошеломления сюрприз тебя судил сам мордор и он говорит что тебя нужно казнить мужчина но я тебе так скажу попробуй попробуй казнить о смотрите какой он уродец ох какой уродец так 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 блин если бы мы были с ним один на один я бы конечно пофехтовал с ним но он со своими парнями здесь поэтому как то знаете я не уютно себя чувствую когда еще рядом огар или как его там правильно такой здоровенный рядом с орками бегает вот видите огроменный бугай больше всех вооруженной дубиной так что в честную нам тут пофехтовать не получится поэтому придется мне пока временно временно отступить подчиняем своему ли арбалетчика отступаем на дистанцию сейчас арбалетчик может быть хоть как-то уравняет шансы но вот видите отлично фехтует наша капитана норма безглавливатель он избежал казни в принципе как и все капитаны но этот даже по моему урона толком не получил как фехтовальщик он чего-то стоит так еще одного арбалетчика починил я своей воле не знаю поможет он мне в этом бою или нет будем надеяться что поможет минус один из армии норма безглавливателя еще так сейчас так потихонечку потихонечку всех вокруг него я убью и может быть потом даже получится вступить в честную рукопашную схватку с самим капитаном если конечно орки не будут на меня бежать в промышленных масштабах пока что их число вроде как не увеличивается ух ты ж будем вот этого здорового убить и будет полегче блин нет все 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 ребята отставить прибежала новая группа врагов даже всадник на карагоре не помню был он изначально или нет но короче их стало чуть чуть больше то есть еще группа подкрепление пришло к обезглавливателю чтобы поддержать его в бою эх жалко а я люблю честно драться со всеми капитанами но тут видимо не тот случай вот пришлось его убить с башни но в принципе как я и говорил все это оказалось проще паренной репы потому что этот капитан уязвим к скрытым убийствам у некоторых есть интуиция которая позволяет сбросить своего врага шеи и не дать убить себя скрытая атака из-под тяжка но здесь как раз я так удачно спрыгнул с возвышенности и прикончил этого козляка сразу же ну что ж ребята на этом наш ролик заканчивается надеюсь вам было интересно обязательно подписывайтесь на канал не забывайте заходить смотреть за новыми роликами но я вам говорю до новых встреч